Здравствуйте, друзья! На сегодня с вами третий урок. Вы большие молодцы, потому что вы здесь. Вы продолжаете. Смотрите, я вам говорила, что нужна пробка. Сегодня попробуем произнести всё это с пробкой. Мы даже сейчас не языком занимаемся как таковым, а занимаемся тем, что подготавливаем нас к тому, чтобы говорить хорошо и красиво. И то, какую базу мы с вами построим, будет влиять на то, какой язык у нас будет, какого качества. И смотрите, пробка – это наше всё, потому что не все мы говорим, к сожалению, чётко. Не всегда мы говорим чётко. Иногда, когда устаёшь, иногда, когда расслабляешься, перестаёшь, как я сейчас, обращать внимание, или просто какие-то моменты бывают, уходят, то уже с произношением какие-то проблемы возникают. То есть это работа, которая требует автоматизма. Чтобы этого автоматизма достичь, нужно, конечно же, много работать над этим. И давайте посмотрим наши слова. Сначала все мы их произнесём. Я их произнесу, переведу, а потом покажу, как работать с пробкой. И, конечно же, эти слова мы уже с вами некоторые видели. Я сделала небольшие сочетания уже с интонацией. Немножко поработаем. Alors, le premier. Первое. Bonjour, monsieur. Здравствуйте, господин. Но это звучит у нас, как будто раб пришёл какой-то и говорит, здравствуйте, господин. Нет, это мы всех, как я уже говорила, называем monsieur, и вы приходите в кафе, видите официанта, и вы с ним здороваетесь. Не просто bonjour. Ну, конечно же, можно сказать bonjour, но вы услышите, что многие говорят bonjour monsieur, особенно если они знакомы. Там очень часто они любят такие, знаете, кафе возле дома, в которых они постоянно находятся. То есть там уже отношения другие. Опять же, если они знают человека, они иногда по фамилии его дальше называют. Это не выглядит официальным очень. Кстати, после monsieur имя нельзя говорить. Bonjour, madame Julie. Нет. Bonjour, madame Lille. Voilà, то есть вот так. Ну и ладно, давайте посмотрим. Bonjour, monsieur. Здравствуйте. Просто по-русски. Au revoir, madame. До свидания, госпожа. Bonsoir, mademoiselle. Здравствуйте, mademoiselle. Non merci, нет, спасибо. Oui, c'est ça. Да, это так. Oui, c'est ça. Например, к вам подходит официант, и говорит, вы кофе же хотели. А вы говорите, oui, oui, c'est ça. Да, это так. Это есть это дословно. C'est ça, это так. Ensuite, ça va bien. То есть мы с вами видели просто интонация. Ça va, всё хорошо. А тут как бы вот ça va, идёт, пойдёт. Да, мы в русском тоже говорим. А тут ça va bien, мы уточняем, что даже хорошо. Ça va bien. Ensuite, un café, s'il vous plaît. Coffee, пожалуйста. Это мы опять же официанты просим. Un café, s'il vous plaît. Кроме кофе можно поставить что угодно. Un – это артикль неопределённый. И переводится здесь как один кофе, пожалуйста. Потому что можно сказать deux café, trois café. Это мы попозже с вами посмотрим. Сейчас нам важна интонация, и все слова правильно читать. Вы их ещё прописываете же, правильно? Мы постепенно запоминаем, что и как. Дальше. Cherchez la femme. Выбрала это выражение, потому что его практически все знают. «Ищите женщину». Оно переводится. Вот так. Cherchez, ищите la – конкретную, определённый артикль женского рода. Femme – женщина. Слово «женщина» – фемme пишется вот это «ö, дубль, эмма», но читается «а». Это слово «исключение». То есть нужно просто запомнить, опять же, мы сейчас посмотрели, сильно не напрягаемся, несколько раз пропишите, и мы это слово будем очень часто с вами встречать. И это же слово «femme» вы часто видите на своих духах, наверное, или на какой-то косметике ещё. «Pour femme» – для женщины. Уже, кстати, можно немножко смотреть, изучать, что у вас написано на различных тюбиках, потому что это всё-таки уже какая-то опора, база, и вам будет лучше запоминать, когда вы уже эти слова не просто где-то, я вам дала, а вы их ещё и в жизни видите, потому что, к сожалению, пока мы не все можем прям путешествовать многое по Франции, то вот таким вот способом. Дальше. «En garage», «le garage», сразу вам дала слово «garage», мы же с вами правила чтения пока тихонечко вводим, и на таких знакомых словах вам будет проще понять. «Garage», пока запомним, дальше сформулируйте правила. И слово «garage» я дала с определённым и с неопределённым артиклем. Первый неопределённый «en garage», и «le garage» – определённый артикль. Мы позже об этом поговорим, сейчас будем двумя разными способами произносить. «En garage», «le garage». Главное – хорошо и широко открывать рот. И точно так же с рестораном. «Un restaurant» – какой-то ресторан, и «le restaurant» – определённый артикль, конкретный ресторан. Смотрите, вот это всё нужно будет с пробкой произносить, но давайте сначала вы пробку вставляете, и будем произносить это всё по слогам. Да, вот так. «Bonjour, monsieur». Пытайтесь. Я могу произнести пару слов, но у меня, как я уже говорила, капы во рту, причём они у меня новые, там каждую неделю нужно новые вставлять. Если я сейчас ещё вставлю пробку и капы, то есть риск, что вы меня не поймёте, будет очень некрасиво звучать. Вот. А мне хочется, чтобы вы всё-таки слышали хороший вариант и пытались его с пробкой приблизительно так и произнести. Давайте попробуем с пробкой. «Bonjour, monsieur». В принципе, неплохо. Давайте ещё попробуем. Никакого напряжения не должно быть, в принципе, губы всё двигаются, но резких движений не должно быть. Дальше. «Bonsoir, mademoiselle». «Non, merci». «Oui, c'est ça». «Ça va bien». «Un café, s'il vous plaît». «Cherchez la femme». «Un garage». «Le garage». Звук «y» очень часто встречается. Смотрите на свои губы, как вы его произносите. «Le, le, le, g'a, raje». «A», носовой это звук «y», мы его будем отрабатывать. Сейчас произносите, как получается, не переживайте, всё получится. Себя сравнивайте по аудио и стремитесь уже вот как-то анализировать. Всё это придёт. Чем больше будете слушать, а будете слушать вы каждый день, тем быстрее это придёт. Не волнуйтесь. «Un restaurant». «Le restaurant». Вы это всё должны были с пробкой произнести. Это сложно, я знаю, но это поможет вам, во-первых, напряжение убрать, а во-вторых, более чётко потом, когда вы пробку вытащите, произносить. Давайте теперь всё за мною произносим. Я буду более-менее медленно произносить, а потом чуть-чуть с интонацией поработаем. «Бонжур, муссю, ме», помните «ме», «сю», «бонжур, муссю», «ау рувор, мадам», «ау три рупака», «бонсоар, мадемуазель», «нон», «мерси», «уи», «сэсса». «Çа va bien?» «Un café, с'il vous plaît». «Un café, с'il vous plaît». И смотрите, давайте теперь представим эти фразы в контексте. Вы заходите в какое-то место и здоровы человеком. «Бонжур, месье», попробуйте крикнуть. Я надеюсь, что вы в таком месте находитесь, где можно чуть-чуть, по крайней мере, громче. Я тоже сейчас в школе нахожусь. «Бонжур, месье», и прямо вы, когда это произносите, вы должны это чувствовать. Вы здороваетесь человеком. Это не должно быть автоматически, как автомат, как робот. Просто я вижу, что некоторые ученики выучивают слова, но они им смысла не придают. А вы должны уже с самого начала, что вот мы выучили с вами слово «но», нет. Вы его прям не просто «но» произносите, как что-то, что вообще не имеет смысла. А вы отказываете кому-то «но», «но, merci», «нет, спасибо». И вот точно так же тут надо поздороваться. «Бонжур, месье». Дальше вы уходите из магазина и говорите «au revoir, мадама». И главное, мы в русском языке всегда очень склонны проглатывать. «Мадам» как-нибудь так не очень четко в конце. А тут надо «мадама». «au revoir, мадама». «au revoir, мадама». Вы такие рады, но уходите, все купили, все счастливы. «бонсуар, мадемуазель». «бонсуар, мадемуазель». Вам предлагают какой-то огромный торт, а вы, дети, говорите «но, merci». «но, merci». Вам говорят «это вы такой большой торт хотели?» А вы говорите «да, это так». «Уи, c'est ça». «Это мой торт». «Уи, c'est ça». Вас спрашивают «как у вас дела?» «ça va bien, все хорошо». Не просто «пойдет», «ça va», а «ça va bien». «merci» можно, да? «ça va bien, merci». «ensuite». «un café, s'il vous plaît». Вы сели в кафе, к вам подходят официанты, вы говорите «un café, s'il vous plaît». Прямо закажите «un café, s'il vous plaît». И четко «не «s'il vous plaît», не «бубните», вы не должны «бубнить». Вас иногда, не вас, а вообще русскоязычных учеников часто не понимают не потому, что он что-то неправильно ученик сказал, а потому что он так тихо сказал или так нечетко сказал, что даже там будет все правильно. Француз просто не услышал его. «un café, s'il vous plaît». Четко, красиво. «cherchez la femme». «en garage», «je». Главное, послушайте себя на этом моменте. Вы не должны «ш» оглушать. Некоторые говорят «engarage». «engarage» вообще неправильно. «engarage». И конец, когда мы произносим, нет никакого шума дальше. «engarage», то есть очень четкий конец. «engarage», все. А бывает, что «garage», рот как-то закрываем еще в процессе, и звук меняет форму. Во французском языке вот пока звук не закончен, уже ничего не меняется. «garage». Поэтому мы часто очень по слогам произносим, чтобы вот эта четкость, чистота каждого слога была более очевидна. «engarage», «le garage», и плавно, да, вы выдыхаете. «un restaurant», «le restaurant». Et voilà. Учите, пожалуйста, эти слова, прописывайте их, произносите за мной, сколько можете, пять минут, три минуты, и слушайте аудио, и у вас все получится. À bientôt.